Приветствую вас Любовью Господа и Иисуса Христа Хочу рассказать О великих делах Божьих Которые Выше человеческого понимания Когда Бог это открывает Только тогда нам становится это ясно В 1988 году В сентябре месяце Я получил квартиру Из Дома, где я жил Я переехал жить уже в квартиру Там случилось нечто Уже в декабре месяце После землетрясения На следующий год Уже в 1989 году Я ехал на велосипеде По центральной улице Скорость была небольшая Обычно я быстро еду И вдруг Буквально на меня Полетела и ударилась лицом На мою голову Одна молодая девушка Она была с матерью Отлетела от меня Упала на асфальт Я тоже упал И она потеряла сознание Я быстро Подскочил С земли Быстро подошел к ней Взял на руки Вошел в ближайший магазин Где продавали Хлеб Хлеб Когда она сказала Когда она сказала Она глухонемая Я внутри Спортсменка Там в магазин И мне было не по себе Знаете Маленькие дети Дома Я думаю А с одной стороны Сатана Приводит мысли Тебя посадят Тебя посадят Ты виноват Тебя посадят Я ничего не сделал Понимаете Ну ничего Она сама подбежала Вдруг как полетела И ударилась Вот так Наверное посмотрела В правую сторону На левую не посмотрел Но вот это случилось Понимаете Это жизнь Вот Я купил немножко Грецких орехов И вез для детей Для жены А вот это случилось И думаю Новый год Вот тебе и Новый год Вот тебе удар Вот Какой Новый год Что ты будешь делать сейчас Вот такие моменты И вот именно В такие моменты Явно видно Насколько ты верующий Насколько у тебя есть вера Знаете У меня в кармане Евангелие На русском переводе Вот Я очень люблю русский язык И считаю Моим вторым материнским языком И вот Евангелие на русском И Библия на русском Но в данном положении Евангелие в кармане Маленькое И когда мы поехали в больницу Мама позвонила К сестре И она приехала И вот Мать и сестра Вместе Вот С дочерью С поею А я один А я один И позвонили в милицию Конечно Доктор позвонил в милицию И милиция приехала Вы же приехал Мой двоюродный брат А дьявол меня говорит Подходи к нему Подходи Скажи Что вот Вот такое Вот такое Что ты не виноват А внутри себя Я стою и говорю Я сын Всемогущего Бога Я никогда Не буду вмешивать людей В это дело Если Бог Если Бог хочет Чтобы я сидел В тюрьме Я буду сидеть В тюрьме А если Бог Этого не желает Я же не виноват Я чист Никто Никогда Ничем Не может повредить Мне Он пришел Поздоровались И он пошел Поискал Нашел эту девушку Он когда говорил О велосипеде Я сказал Сейлям Это я Он с большим уделем Это ты Он сказал Что мы уходим Не по нашей части Вот если вдруг Почувствуешь Что есть проблема Приходи Обращайся Внутри себя думаю Боже мой Что обращаться Ты же мой брат Вот ты пришел И что Не видишь Что проблема Не можешь вмешиваться Но нет Но нет Это дело Бога Кто такой человек Не надо полагаться На людей Он ушел Приехала вторая группа Нужна была Грелка И я быстро Побежал домой Взял резиновую Грелку Вот медицинскую Наполнив горячей водой И я Стал на коленях В дома И говорю Господи Боже Благодарю Тебя Что это случилось Благодарю Тебя Что я один Благодарю Что я не вижу Никакого выхода Из положения И нету помощи Я не знаю Что делать Благодарю Тебя И на дороге Когда я возвращался Туда обратно Дух Святой Подошел ко мне И мне сказал Вторая группа Милиции Приехала И все вопросы Решены Никаких проблем Нет Все проблемы И исчерпаны И бог мне говорит Я люблю тебя А я Повернулся к ним И говорю Нашел время Исповедоваться В любви Буквально Вот так я сказал Богу Я так сказал Да мне стыдно Да не по себе Но я это сделал Я пошел Я пошел в больницу Когда вошел Я дал грелку Она пришла В себя Вот эта девочка Очень красивая Сейчас уже В возрасте И сейчас Находится В Америке Имеет Прекрасного Сыночка Вот Очень хорошо У нее дела И мать мне говорит Сынок Больше сюда не ходи Ты иди домой Все У тебя дети Все Я милиционерам дал объяснение Я написал в объяснении Что Никакого велосипеда не было Что моя дочь Упала в яму И вот это случилось Я был потрясен Я ничего об этом не говорил Я ей никогда Такого не просил Ничего А вот это случилось Утром С 9 часов Я поехал туда Когда пришел Они сказали Что у нее все хорошо Ее выписывают из больницы Я пошел Позвал такси Север в такси Поехали к ним домой И я часто Начал ходить к ним домой Я ходил туда Меня угощали Вот так Однажды я дал 14 рублей 50 копеек И купил Ночник Такой хороший Красивый И мать Ее сказала мне Если еще раз Ты что-то принесешь К нам домой Больше к нам не заходи А так Приди к нам Угостим тебя Ты очень Желательный гость Желанный гость В нашем доме Так что Не беспокойся И они не позволили Меня ничего делать Вот Это случилось В субботу вечером А в воскресенье В 11 часов Уже она дома И я пошел На собрание Слава Господа Друзья Потом Вот это землетрясение Началась война Все эти моменты Короче Уже не было Контакта Между мной Между ними Я уже не знал Кто они Где Как Что Прошли годы Приблизительно 30 лет Я оставил Все мои Должностные Такие Самые Чины Мои Которые Были Я отказывался И от многих Дел И я Начал работать Своими руками И я занимался Сантехникой Был звонок Я поехал В одно место Я начал работать И хозяйка Этого дома Заметила Что я хорошо Работаю Что Что-то Я не такой Человек Как все И она Меня говорит Вы Не такой Человек Как все Вы Порядочный Человек Хочу Чтобы Вы Стали Нашим Крестным Отцом Я говорю Как понять Она говорит У меня Есть Сестра И я Хочу Чтобы Вы Стали Нашим Крестным Отцом Чтобы Мы Принимали Крещение Во имя Господа Иисуса Христа То есть Они Хотели Чтобы Я стал Крестным Отцом Для них В духовном Смысле В армияно Апостольской Церкви Я подумал Господи Если Ты хочешь Спасти Людей Они Принимают Тебя Как Своего Личного Спасителя Остаются Вы можете Позвать Вашу Сестру Да Она Позвала Я поговорил С ними Я сказал Чтобы Они Понимали Насколько Глубокое Понятие Принимать Крещение Насколько Глубокое Понятие Что Это Завет С Богом Насколько Глубокое Понятие Что Этот Человек Богу Дает Обещание Жизнь Для Бога Божественной Жизни По Евангелии Они Буквально Все Приняли Все Что Я сказал Мы Помолились Они Приняли Господа Христа Пускай Бог Благословит Их И После Этого Они Приняли Вот Это Крещение Мы Породнились И мы С ними Начали Обшаться Однажды Одна Из Сестер Меня Говорит Вот Ты Наш Крестный Ты Постально Заходишь В гости К моей Сестре А вот Ко Мне Не Приходишь Я Пойду Приготовлю Пишу Я Хочу Угощать Тебя Так Что Приди Ко Мне Домой Я Сказал Хорошо Где Ты Живешь Она Сказала Вот Так То Таком То Месте Я Сказал Это Пятиэтажный Дом Она Да Я Говорю Это Первый Подъезд Она Говорит Да Я Говорю Пятый Этаж Средняя Дверь Она Говорит Да Я Говорю У Тебя Муж Русский Она Говорит Да Я Говорю Я Вачик Я Тот Который Сбыл Твою Дочь Через Тридцать Лет Я Стал Твоим Крестным Отцом О Боже Мой Через Тридцать Лет Бог Сделал Так Что Эти Люди Через Меня Приняли Господа Христа Как Своего Личного Спасителя Те же Самые Две Сестры У Которых Дочь Глухонемая Сейчас В Америке И Сейчас Она Моя Родня Они Мои Родные Люди Вот И Это Что-то Прекрасное Понимаете Кто Может Так Делать Кто Кроме Господа Христа Как Может Бог Через Сантехнику Которую Ты Делаешь Своими Руками Вдруг Открыть Глаза Людей Что Ты Совершенно Другой Человек Оказывается Твой Труд Твой Труд Который Ты Делаешь Твоим Руками Может Прославить Бога Может Показать Христа В твоей Жизни И Люди Могут Это Замечать И Люди Могут Открыть Своё Сердце Через Твою Работу Через Труд Который Под Влиянием Страха Божия Ты Делаешь Как Для Бога Пускай Бог Благословит Каждого Из нас Чтобы Мы Это Понимали Бог Во Всем Везде И Повсюду Вот Почему Библия Говорит За Всё Благодарите Всегда Радуйтесь Ищите Господа Его Присутствие Ищите За Его Всегда Пускай Бог Благословит Чтобы Мы Были Так И Всегда Радостны Господе Христе Потому Что Хотя Через Тридцать Лет Мы Встретились И Если Через Пятьдесят Мы Встретимся Друзья Вы Представьте Что Мы Вечные И Вечности Будем Вместе Будем Всё Это Вспоминать И Как Мы Проходили Этими Путями И Как Господь Нас Водил Слава Христу Иисусу Аминь Будьте Благословены